Я не открою тебе секрет, сказав, что ты популярен. Популярен настолько, что очень сложно бывает выбрать вопросы, и там смотришь, они один и тот же вопрос трактуют каждый по-своему, а в целом что-то имеет свое. Тебе вообще нравится езда на машине? Очень. Любишь гонять, скорость, нет? Скорость нет, мне нравится ездить. Кататься. Да, далеко кататься, и чтобы свободный улет, в генах, наверное. У меня папа родной был таксистом, и так передалось, наверное, как-то. Прикольно. Ну и тьфу-тфу-тфу у меня получается. Не лихачишься, аккуратно. Да, да. На компьютерах рубишься, в играх, в каталке всяких. Сейчас меньше, сейчас меньше. Да, у меня руль, все, у меня есть сиденье с вибрацией, с педалями. С передачей, полной передачей ощущения. Вся фигня. А во что рубишься сейчас вообще, если рубишься? Сейчас последнее в ММА, в страйк-форс, бои без правил, восьмиугольных. Я там создал себе Ивана Петрова, и он сейчас чемпион. Как бы это единственное сейчас, во что получается играть, потому что, ну, как-то много всего происходит в жизни, и не до этого. Ну, а помимо игр, интернет, что, вот как ты, вот интересно, как ты тупишь именно, знаешь, вот как с утра встал, знаешь, что ты, чем ты занимаешься? Ага, ну вот с утра как раз начинаю тупить, просто с самого утра. Да, ну, как, что-то делаю. Я не знаю, отдыхаю как-то с семьей, сейчас в последнее время все реже получается с семьей оказываться вместе, а семья стала больше недавно, и как бы нужно больше внимания и больше всяких движений туда. Ну, ритуалы какие-то есть? Семейные такие? Семейные ритуалы? Да. Например? Ну, там, если там на гастролях проснулся, тут же позвонить любимой. Ну, так это само собой происходит. Любимая сама звонит всегда. Понятно. Тогда ты просыпаешься, да, от ее звонка будет? Угу. Не, у меня круто. Из-за нянечки, на самом деле. Если бы не нянечка, мы бы все повесились, мне кажется, с женой вместе. Поэтому я хочу здесь респектнуть своей нянечке Маши из Узбекистана. Ну, можно камеру-то, респекти прямо. Да, я так и делаю. Снятся ли тебе сны о твоем будущем? Мне вот недавно очень снился четко, очень снился конец света. Я летел в самолете, и при том, он мне снился так, что я знаю, что я... Ну, то есть мне хочется верить, что это сон, я начинаю себе делать там больно, там как-то щипать. Я, то есть, ну, мне правда больно, это все, то есть это продолжает все происходить. И при том, я там проснулся, и мы общаемся, и я сейчас одному из парней своих там рассказываю, говорю, типа, вот, мне снился конец света, начинаю ему описывать, что он мне снился. Он говорит, мне снился месяц назад, и у нас с ним, то есть одна картина. Он говорит, да, такие вытянутое, серебристые. Я говорю, да, да, из них такие маленькие спускались. Я говорю, ну, то есть у нас все сошлось страшно. Да нет, ну что ты с ним, это... Я, как бы, так спокойно отношусь к снам, то есть мне кажется, в этом нет ни... Мне кажется, это отпечаток просто чего-то пережитого, я не знаю. Прошлое не снится? Нет, потому что мне что-то в последнее время вообще мало чего снится. То есть я так устаю, что просто без задних ног падаю в конце дня. Выруб такой. Да. Салам алейкум, Леха. Малейкум асалам. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к Исламу и посещаешь ли ты мечеть? Не посещаю мечеть, позитивно отношусь очень к Исламу. Вот опять, салам, Леха, когда новый альбом? Надеюсь, осенью, если все будет хорошо, если все срастется, то осенью. Не собираешь ли ты колотить новую команду? Команду нет, колотить не собираюсь. Ну, как бы, есть люди, которые, ну, там, подтягиваются, и я там подтягиваю кого-то на какие-то свободные МС, и просто они записываются у меня в студии, там, без всяких обязательств, там, типа, заимен, не заимен. Ну, а какой-то у нас там уже есть такой, такой, там, костяк небольшой, человек 6-7, которые именно мы с ними одни какие-то интересы представляем и разделяем в одну позицию. А ЗМЭ имеет отношение какое-нибудь к ГАЗу? Нет. Вопрос. Это, а что такое? А ГАЗ имеет отношение к ЗМЭ? Ну, если ГАЗ имеет отношение к тебе, ГАЗ имеет отношение, все, все имеет отношение к тебе. ЗМЭ это просто, как, знаешь, это так придумано за одну секунду, и ЗМЭ это просто какая-то моя тема, которая двигается. Что это за тема? ЗМЭ, это изначально за Москворечь, знаешь, как есть там Куинс Бридж, там Кью Би. Я понимаю, что там происходит? Есть студия, сейчас открывается магазин ЗМЭ Стор, там, с одеждой и со всякими, с атрибутами около ГУМа. Ну, как-то так, потихоньку, просто маленькая движуха. Я слышал, ты котлы начал делать? Котлы ЗМЭ делаем мы, да. Ну, такие маленькие-то. Как тебя это увлекает? Мне приятно, меня это радует. То есть, как бы, у меня есть там два человека и три, кто этим занимается, они мне там приносят, смотри, у нас котлы, я, вау, нормально, мы еще и часы стали делать. То есть, как бы, меня просто ставят в курс дела. Там иногда я там советую, что ты с дизайном футболок или там что-нибудь. Ну, развитие-то, видишь, это коммерческое какое-то, нанять менеджмент. Я не знаю, я думаю, что все будет со временем. Как бы, сейчас пока он такой, знаешь, какой-то такой очень любительской основе вообще все это, что студия, что магазин, посмотрим дальше. Ну, как бы, у людей есть интересы. Мне кажется, может выстрелить. Посмотрим. Ювелирка. Ювелирка, да, уже есть сережки даже. Сережки, не, ну, а из-за этого занимается, я прям... Хип-хоп-барышни-то знают эту тему. Ну, ты как-то помогаешь ей? С сережками. Ну, вообще вдохновлять же надо. Она тебя вдохновляет на текст, а ты ее на сережки, не знаю. Нет, нет, у нас расходится творчество немного вообще. И вряд ли она мне что-то может в рэпе посоветовать или я в сережках. Я же говорю, что просоветовать. Ну, как, помогаешь, вдохновляешь там. Ну, как-то да. Типа она говорит, вот смотри, что я сделал. Да, я говорю, вот эти крутые, вот эти не очень, но только так. Только так. А не говоришь, что вот если на этих вот такую поменять местами бусинки, все будет, срастется, нет? Нет. Или так, без это, дистанционного. Да, да, без углублений. Будешь ли ты записывать с ней дуэт? Вопрос интересный. Блин, я не очень сильно против этого, не хочу. Ну, то есть она просит там очень давно что-то спеть, хотя уже где-то там в Украине крутится по радио песня, типа исполнительница из-за Далматова, там, как бы. Ей все там звонят, говорят, блин, ты круто поешь, ты круто поешь. А она, типа, задумывается, можешь мне и правда спеть уже стоит, как бы. Ну, хотя она петь вообще не умеет. Ну, зачитает. И не советую я этого делать, но она все рвется, хочет где-то у меня там засветиться на альбоме. Я против этого, думаю, не будет. Ну, хватит одного артиста в семье, да? Ну, как-то да, я против вообще. Как ты относишься к ныне супер популярному явлению, такому, как Рэм Дига? Видишь ли ты себя на фиттексах, фиттах с этим исполнителем? Я слушал, мне нравится много из Рэм Диги. Ну, кое-что совсем не нравится. Но совместка, мне кажется, может быть легко у нас совместка с ним. Ну, если он как бы за. Мне нужно сейчас много совместок вообще со всеми. И я вот отбираю, с кем я хочу. А зачем? А у меня есть один план. Ну, ладно, ну, как бы, потом. Хорошо, знаешь, вот все время все спрашивают, такой вопрос задают. Кого-нибудь посоветуй, кого-то там в последнее время увидел, какой-то там артист. А я хочу спросить, есть какой-нибудь артист, которого ты услышал и сказал бы, вот, мог бы сказать, типа, вот, его не надо слушать. Прям, поберегитесь. Прям, чтобы тебя, кто-нибудь, чтобы тебя прям привел в такой культурный шок. В плохом смысле слова. Из кого? Из русского рэпа? Да давай из рэпа. Из того, чтобы он был более-менее так популярен. Ну, это, да, это сразу себе, короче, еще одного кого-нибудь врага нажить. Ну, я могу сейчас кого-нибудь, да, привезти. Не, ну, есть же что-то, что вот так вот честно возмутило. Ну, я бы не советовал слушать рэпака. Есть такой рэппер, да, рэпак, вот. Ну, как бы, один раз, может быть, стоит послушать его альбом, чтобы быть в курсе, но... Ну, видимо, малоизвестен, да, то есть одного... Нет, ну, черт, пока я видел, как я знаю его как ведущего. Я не видел, я просто слышал один трек, который я не то, что меня возмутил, а... Ну, я был в шоке в полном там. Как ты относишься к хейтерам? Слушай, спокойно, я умираю каждую неделю вообще. Вот это очень-очень странная вещь. То есть, ну, разными способами отъезжаю каждую неделю. И при том там факты, знаешь, там, стопроцентная информация в Википедии, даже написанные прям годы жизни мои. И, ну, то есть, это очень пугает так на моменте. Я уже привык, ну, первый раз для меня был шоком. Я там снимал какие-то, нет, я жив, там, посмотрите сюда, я правда жив. А сейчас просто, то есть, как бы, там видно, что это какой-то штат сотрудников, понимаешь? То есть, ну, один человек, он бы такой не смог сделать. Там с разных аккаунтов пишут разными словами разным людям. Ну, жесть, неприятно. Последняя была новость. Значит, от мамы звонок и говорит, оказывается, что у тебя, что ты сын от Гурченко, значит, что ты сын, что мама твоя Людмила Гурченко умерла, и ты, короче, об этом узнал, ты пошел, вмазался, отъехал от передоза. Айза хотела выброситься с моста, и сейчас она в психиатрической больнице лежит. То есть, маме это рассказал подружкой, какая-то позвонила. Интернет прочитала, да? Ну, а хочешь что-то с этим делать именно, чтобы отбить эту какую-то... Ну, это просто нездоровая. Это энергия, да, ну, она же отсекается. Отсекается как? Надо вычислять, поймешь, никуда. Нет, нет, тем же творчеством, которым она прилипла, тем же творчеством она и отсекается. Ну, мне, ну, мне как бы вообще все равно на это, что происходит. Нет, вопрос не в этом. Хотел бы ты отбить эту энергию, просто отлепить от себя. Чтобы этого не было, конечно. Ну, это же мешает. Да. Тяжело. Как ты относишься к сексуальным меньшинствам вообще? Чувак тут, это с комочкой, я к ним не отношусь. Никак не отношусь. Ну, как... Ну, нет. Ну, то есть, они имеют место быть, наверное, где-то, но главное, чтобы их не было рядом. И как бы на мои глаза не попадались, и не, не знаю, там, не делали это при мне. Заранее благодарен. Если бы вы узнали, если бы все узнали великую тайну центра, что бы это изменило? Я не знаю, что там за великая тайна центра, правда. Вот мне самому очень хочется узнать, какая там тайна, там правда похоронена, где-то... Мне больше хотелось самому узнать. Ну, пусть она, эта правда, наконец раскроется. Я вот, ну, правда, очень давно мне хочется, потому что столько вокруг этого разговоров. Правда, вы узнаете правду, а в следующем альбоме вы узнаете еще больше правды. Ну, захотелось бы послушать хоть немножко. Вопрос был, тут как-то они рассыпались, а как ты относишься к сольному альбому Тахи? Как ты относишься к сольному альбому Слима? Что ты вообще думаешь об этих альбомах? Хорошие альбомы, правда, ну, как бы, ну, мне нравятся. Я очень хочу отличая людей послушать, еще не слышал, вот. Прям могу признаться. Но Тахи мне понравился и Занузы понравился. Слима холодно, вот так себе как-то холодно, правда. А отличая людей, я хочу послушать. Ты как-то развернуто не хочешь, да, говорить об этом? Да и нечего. Здравствуй, Алексей, вы записали совместный трек с группой Триагрутрика. Планируются ли какие-нибудь еще совместные проекты? И как насчет того, чтобы Триагрутрика вошла в команду Газгольдер? Да, надо, наверное, у кого-то другого спросить. А Газгольдер, я говорю, да, у них, кстати, вышел альбом позавчера. Очень круто, я очень рад за пацанов, сильнейший альбом я послушал. Бомба. И, конечно, будут совместные проекты, много еще у меня. Разговорить бы тебя хотелось здесь поподробнее. В смысле? Большие буквы написано. Алексей Долматов, ты устал от рэпа? Нет, пока еще не устал. Ну, тебе вот нравится прям тенденция, как развивается? Мне нравится, что у нас происходит. В общем, да, мне нравится, что так много стало рэпа. Пусть много там некачественного, много какого-то, но много и хорошего. Много как бы есть, что послушать, на кого посмотреть. Стали появляться очень достойный персонал. Каким ты его видишь там через пять лет? Ну, сложно представить. Мне кажется, у нас все приблизительно так же и будет лет через пять. Как? Так же, как и в Штатах лет пять назад. А как это? Пиши. Нет, лет десять назад. А пиши поподробнее. Ну, как ты говоришь? Мне кажется, что будет развиваться рэпщик, что плохой будет отсекаться, что это выйдет более на профессиональный уровень. И, то есть, как бы, у людей сейчас есть востребованность вообще в рэпе. И они ходят, и у людей есть мозги, что слушаете, и там, и как вообще все делают. Но мне кажется, что через пять лет у нас все будет круто с хип-хопом. Прям вот, значит, все будет как надо. Но меня уже не будет, наверное, в хип-хопе. Вот я как раз хотел спросить про продюсирование. Может, ты продюсированием занимался, в рэпчике? Не знаю, я очень ленивый. Не, я думаю, я что-нибудь другое, наверное, сообожу. На что, например? Ну, я соображаю уже. Соображаю? То есть, у меня же там китайский язык в запасе. Кстати, не хотел бы ты свой альбом перевести на китайский язык? Ты прям как в воду смотришь сейчас. Я ведь этим и занимаюсь. Интересно, миллиардная аудитория, что я могу себе сказать? В любом случае, даже если одному проценту слушателей, или даже полпроцента слушателей взять. Как Витас. Витас же он сейчас переписал свой альбом на китайский, и все. Ну да? Он там национальный герой. Не, я так не хочу, но ради прикола я сделаю несколько треков на китайском. О чем? О том же самом. Ну, то есть, представляешь, если какие-нибудь треки старые, там из моего творчества, про всякие там... Представляю, но не смертная казнь за 228. Так вот, представляешь, какой это фурор. Так им ничего не строить запретить YouTube у себя в стране, а ты думаешь, они могут и не пустить на рынок? Не будут слушать, и с подполы как-нибудь качать. Ты что, это круто будет? Да, прикольно. Китайский гуф. А как называться будет? Гуф как будет называться? Да, как по-китайски гуф сказать? Слушай, об этом я не думал еще. Произносить как-нибудь будет? Нет, ну как произнести, наверное, как-нибудь ку-фа как-нибудь. Ку-фа? Ну да, у них же определенные слога, там набор слогов. То есть там не скажешь, например, Александр, там Алик, Хэ, Санэ, да. А как бы ты сказал гуф? Можно сказать, как-нибудь гу-фэй, гу-фу. Вот это гу-фу нормально. Гу-фу? Канг-фу, гу-фу. Типа, да. Канг-фу, а гу-фу, интересно. Леха, привет. Хотел поинтересоваться не тем, с кем ты будешь писать альбомы. Как ты к кому относишься, расскажи. Лучше как дела... А, все. Просто как дела? Да. Нет, парень не хотел спрашивать, как ты что-то делаешь про альбом, потому что об этом спросили все другие уже. Он хотел бы спросить, как дела у твоих близких, как бабушка? Бабушка нормальная. Нянчится с внуком? Бабушка плохо видит очень. Она живет одна, то есть она отказывается там к нам переезжать или что-то. Она живет одна вообще у себя там, где я всю молодость провел. И... Ну там... Сейчас мама с папой еще в Москве, так ей проще, они ее забирают все время. А так бабушка, конечно, задает позиции потихоньку. Ну, будет еще совместка с бабушкой? Очень надеюсь. А как сын? Это вообще разрыв отдельный. Просто последние месяца три, это просто что-то первые, знаешь, там пять-шесть месяцев. Ну, то есть я понимал, да, что как бы это мой ребенок, вот он там ходит, все. Ну, то есть мне говорят, там, поиграй с ним, а с ним вообще, ну, там нечего. Прямо, знаешь, там человек, а сейчас он никуда не смотрит, ничего не делает. А сейчас это просто человек. Ну, это вообще я могу про него очень долго, говоря, о сыне рассказывать. Но это самый крутой вообще чел, которого я видел. Самый чистый вообще, блин, просто на планете человек. Видишь себя в нем? Меня так вообще вскрывает, потому что я просто вот так могу смотреть. Ну, это типа там, знаешь, типа, уа, это мое, короче. Ну, то есть не было такого, что прям раз, и я папа такой, все, пошли, там, Сэм, ты мой сын, все. А сейчас просто с каждым днем-то где-нибудь. Ну, то есть понимаешь, что все уже все не так просто, как раньше, уже заднюю не включишь никакую. Мечтаешь уже за вас двоих, да? Да, уже и мечтаю о дочке еще. Будешь уже мечтать за троих тогда. Кем ты видишь, что станет Сэм? Ну, абсолютно вообще, это его дело. То есть, пожалуйста, сейчас столько возможностей, открытый все горизонты, делай, что хочешь. То есть, мне хотелось бы, чтобы он пошел там заниматься каким-нибудь спортом. Ну, вот именно, что конкретно я хочу, чтобы он пошел лет в шесть играть в теннис большой. И, то есть, больше прям каких-то глобальных требований у меня нет. Ну, а китайский учить? Как, что вообще, что ему будет интересным? Может быть, он будет каким-нибудь там, не знаю. Он очень похож на такого ботаника, то есть, знаешь, он очень аккуратненько все делает. Прежде чем там взять что-то, он так, знаешь, упадет, не упадет, потрогает обратно, поставит пальчик, и все. Может быть, будет там каким-нибудь, не знаю, технарем, знаешь. Педантичен? Педантичен очень, прям до мелочей. В общем, это не другая сторона тебя, да? Да, да, то есть не такой там шалабала. Ну, это здорово. Здорово. Это очень здорово. О чем больше всего думаешь в последнее время? Думаю вот о пенсии, о своей рэперской. Как, а куда? Ну, 31. Ну, 31, ты представляешь, сколько можно? 31 год мужик и скачет что-то по сцене. Ну, работа такая, слушайте. Ну, работа такая до поры до времени. Ну, не скачи по сцене. Спасибо. Можно же выйти спокойно. Сесть на стульчик, да, он плакт. Ну, да, что, и рассказать. У вас еще петь не надо, Лещенко из себя строить спокойно. Вышел, рассказал. Месседж пока есть. Ну, пока есть месседж, что он ты делал. Месседж же меняется. Ты же расскажешь о том, что у тебя сегодня. Ну, почему бы не рассказывать о том, что тебя волнует уже взрослым? Согласен, посмотрим. Ну, мне кажется, рэп это скорее для вот до 30, что ли. А после 30? Ну, а после 30 шансон начнется. Шансон на китайском. Не, ну, это интересно же. Семья, там, у нас с сыном дуэт. Писать себе потом будет, это, ретро-дискотека через 20 лет. Нагана, Гуф. Да, да, видите, Ака. Да, 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 уже старые, там, седые, деды. Подраскачаем. Да, да, потом такие, там, если раньше подпевали, да, теперь будет песочек сзади собирать этот хип-хоп пенсион. Ну, ты давно же о ней уже говоришь. Все, никак не уйду. Так и вопрос там, что ты устал от рэпа? Опять вернусь к этому вопросу. Нет, от рэпа не устал. Потом ты делаешь, что прет рэп. Может, рэп от тебя устал, и ты что-то чувствуешь? Ну, может, рэп устал, кстати, слушай, правда. Почему от тебя так мало везти, и когда будет новый альбом? Осенью. Какой? Даже два. Какой осенью и какой альбом? Осенью 2011 года. Альбом будет сольный, без совместок. Без совместок? Без единой совместки. И с совместками? И еще с совместками. Так, по-моему, у тебя выпущено уже совместок, хватит на альбом уже сделанного. Не, не, ну, как бы эти же совместки уже задействованы. Ну, ничего страшного? Не, ну так нельзя. Ну, как? Эксклюзив надо, чтобы было. Ну, два трека эксклюзив. Ну, да. И обработки старых. Как ты относишься к городу Ростова? Отлично. Какие впечатления? Обожаю вообще. Я Ростов, то есть я там... Ну, я, конечно, понимаю, что я выгляжу, что я здесь сижу, сейчас тебе ростовчанину говорю, что Ростов крутой город, и здесь везде не ростовчанин у Газгольдера. Не, просто я... Ну, меня многое связывает. У меня бабушка ростовчанка, и папа ростовчанин. То есть я там с детства мотался туда. Много знакомых, очень там друзей. И еще в детстве я понял, что если бы я хотел жить где-то в Москве, то есть я мог бы жить в Ростове, серьезно. Это без всякого там, знаешь... Ну, вот абсолютно, то есть мне очень нравится. Мне нравится Садо, вот это все. Мне нравится, что так зелено. Мне нравятся линии, что постоянно Дон, все-все-все. А ритм, что никто никуда не спешит? Очень круто. Ростовчанки, все как надо. Отлично. Как ты относишься к алкоголю? К алкоголю? Да. Ну, как-то отношусь иногда к алкоголю. В каком состоянии пишутся все новые треки? Все по-разному абсолютно. Ну, здесь люди, наверное, пытаются связать, я понимаю. С какими-то веществами? Да, что ты, типа, пишешь этот трек под этим, этот под этим, что как-то... Ну, не, ну как-то... Ну, в последнее время я что-то под чаем пишу, вот правда. Планируешь ли открыть магазин и заем в других городах? Есть планы, да. Кто бы ты там продавал? То же самое, что и в Москве. А что ты в Москве продаешь? Я пока сам еще не знаю, что будет, там весь ассортимент, что представлять будет, потому что мы там заказываем шмотки оттуда, отсюда, пока еще что-то там не пришло. Вот. В основном вещи рэперские, которых нету в России пока еще. Ты плохо продаешь? Надо вот на камеру прям продавать? Нет, нет, наоборот, я все правильно делаю. Все правильно, да? Такое... Скромно. Куркуль. Нет, это не правда, я не куркуль никакой. Я в последнюю очередь считаю деньги, только если они кончаются. Еще раз? Ну, то есть, если деньги кончаются совсем уже, я начинаю задумываться, где их взять еще, а пока они есть, я их не считаю. Когда в последний раз такое было? Что кончались деньги? Вот сейчас приехал заправиться, у меня тысяча рублей, сказал полный бак, а у меня была тысяча с собой, типа того. Я начал думать, где взять денег, потому что забыл взять из дома побольше. Не, а я говорю про... Ну, так что вот, раз, вот нет их. Вот прям нет, и брать негде. Было недавно. Было позапрошлым летом вообще жесть была. Вот именно центр распался, когда был вообще тупик, то есть, однокомнатная квартира, там, лапша какая-то. Ну, вообще жесть. Месяца три это продолжалось. Я тоже себя плохо вел позапрошлым летом, то есть, вообще. Ну, и как-то вот вышли из этого. Можно назвать это кризисом творческим? Нет, был просто глобальный кризис, не только творческий. Кризис тридцати мужских, да, Владимир? Не-не-не, там все посерьезнее как-то было. То есть, там, просто ушел в такую депрессию, что как-то все само собой пропало сразу. Что аж на пенсию себя отправил. Вот вы с Васей говорите о том, что НОЗМС крутой парень, делает крутые треки. Почему тогда у вас нет совместных треков и стоит ли их дать вообще? Ну, это просто слишком крутой. Мы пока не доросли до НОЗМС, мне кажется. Какую религию ты исповедуешь и вообще веришь ли ты в Бога? Пропустим. Пропустим. В НОЗМС веришь? В НОЗМС, да. Это у нас получается Эверласт по-русски, что ли? НОЗМС? Да. Эверласт по-русски? С гитарой, читая трэм. Не могу серьезно относиться. Хорошо, а Асай? Ну, вот Асай, хоть я порой совсем не понимаю его текстов, но Асай, мне кажется, очень творческим и душевным парнем. Хоть я не знаком с ним вообще. Слушай, у меня такой еще вопрос. Многие пишут, и мне тоже вопрос от себя. Тебе приходилось это точно по жизни общаться с различными продюсерами? Да. Дай какой-нибудь совет ребятам вообще. Как общаться с продюсерами, что им давать, как треки подавать. Ну, вот поделись этим опытом, именно желательно на камеру. Слушай, я понял, что нужно сливаться до последнего от всех продюсеров, потому что, ну, как-то, не знаю, может быть, мне просто встречались такие люди, которые, ну, просто у меня получалось так, что всегда что-то... Кто-то меня жестко наебывал постоянно, что первый продюсер «Царство мое небесное», там, разбился на мотоцикле, потом, нет, что там, вторая тоже история долгая у меня совсем, то есть, я не могу ничего посоветовать в этом плане. А сколько неудачных попыток продюсирования тебя было? Ну, да, где-то две-три. Прежде чем вот эти две-три срослись потом? Прежде чем, да, вот две срослись потом. Сейчас третья. Ну, что помогало искать какой-то... Где брал силы на то, чтобы искать, это идти от одного продюсера до другого, там, ну, как-то творчество нести? Ну, как-то просто уже ситуация заходила в конец, то есть, уже видно, там, со всех сторон, что со мной жестко поступает, и приходилось как-то прям рвать вообще все на месте и уходить. А самое такое большое обещание, которое тебе давали, Аня, можешь дать, сколько сказать? Ну, что продюсеры тебе обещали, будет так. Да нет, такого не было. Не было? Не обещали клипы масштабные какие-то? Нет, ну, как бы это все было прописано в контракте, да, что там продюсер снимает столько-то клипов, но как бы клипы снимались какие-то там подешевле или как-то там, или там не снимались, как-то вот так. Там, в каждом движении, вот, именно по контракту все время какие-то, знаешь, вроде бы все нормально, но что-то не так все равно. Очень внимательно надо, да? Нужно постоянно с юристом ходить с тобой с таким четким, чтобы он все за тебя делал, потому что... Или уже только за контрактом следить и не заниматься никаким рэпом. Исполнять пункты контракта, все. Но это работа же для многих. Да. Просто у нас не учитывая, что рэперы сами себе материал пишут, как бы, и поэтому контракты делаются по классической форме, как будто тебе продюсер все на шоу, музыканта... Да, композитора. Ну, всех собрал тебе команду, спродюсировал тебя самого, нашел где-то там в деревне, отрастил тебе дреды быстренько, и все, и стал тебя продюсировать. Хотел бы ты снять себе какой-нибудь большой, глобальный, масштабный клип какой-нибудь, прям такой бюджетный? Ну, как бы, прям такого, что у меня какое-то желание, мечта я снять, таких людей нет. Может, какие-нибудь из западных звезд? Я бы записался бы с Насом, но я это говорил уже раз в 200, наверное, в интервью. Ну, а что ты сделал для того, чтобы записаться с Насом? Ничего не сделал, жду, пока он позвонит мне и скажет, что я хочу с тобой записаться. Ну, может, давай Эдгара попросим, чтобы он позвонил и попросил его позвонить тебе и попросить тебя. Эдгар, кстати, да, Эдгар уже... Ну, как бы, да, были предложения от черных чуваков серьезных там, и... Ну, Жору давай попросим, он серьезный черный чувак. Не-не-не, так не хочу. Так, знаешь, как это? И на день рождения туапсинских пацанов примись совместку с Насом. Если какие-нибудь туапсинские пацаны там распроплатят. Да. Интересно же было бы. Интересно было бы. Лех, какой самый важный урок в жизни ты получил? И, как по-твоему, что самое важное в жизни? Самое важное в жизни – это свобода. Я один урок в 2000 году получил, и как бы мне этого хватило вообще. Очень многое просто переосмысливается. За толстыми стенами. И это самое важное. Свобода? Да, именно свобода в физическом плане. Не хочешь больше развернуто? Ну, как бы все понятно. Ну, ты к этому делал работу над ошибками вообще, да? Ну, я стал более внимательным к каким-то моментам. Ну, есть что-нибудь, от чего бы ты, например, предостерег своих слушателей? Ну, ты ничему не учишь своих текстов, не делаешь там… Ну, условно говоря, не делаешь из этого Басин-Крылова, да? Что, типа, я вот себя вел так, вам не советую. А здесь вот… Ну, это слышно. Ну, это понятно слышно. Но здесь прям… Посыл такой, я же не говорю, что, типа, блин, там, идемте все обкуримся вместе, пойдем. Просто я говорю, что, да, у меня был такой опыт там когда-то. И у меня были вот такие проблемы, связанные с этим опытом. Там слышно из трека в трек все это проходит. То есть, там, никакое в том-то и дело, что это было бы глупо, если бы я бы говорил, там, вот, там, не делайте так, как я. А я говорю о том, что я уже сделал, и посмотрите на меня, как бы, ну, в этом нет ничего хорошего. Предостеречь от своего слушателя именно сейчас вот одной фразой, прям, не конкретно, там, нет, не употребляй наркотики, это плохо. Не употребляй наркотики, это плохо. А как-то вот так в целом, что, типа, бди, следи за собой, ты себе пригодишься, что ты там нужен себе еще и после 30 тоже, что жизнь не кончается, как-то обмодежить. Я в последнее время стал очень серьезно, ну, задумываться о своих каких-то совершенных поступках, там, молодости. И, то есть, только сейчас это начинает сказываться на мне, на здоровье, на моем, на какой-то, знаешь, там, репутации. То есть, если я сейчас, например, тусуюсь где-то, прямо как тусуюсь, то есть, для меня каждая тусовка как последняя, я с утра вообще не могу встать, все, у меня раньше такого не было. И, то есть, я понимаю, что еще лет пять пройдет, и мне очень много органов скажет, эй, вспомни, вспомни все просто. Поэтому, ну, правда, и очень много изменил бы я в своей жизни то, что я делал раньше. Может быть, я такой-то нужный опыт был, но слишком многим пожертвовал я в свое время ради каких-то, каких-то вообще, там, секундных каких-то удовольствий. В общем, не был цельным? Никогда. Ну, а сейчас ощущаешь свою цельность какую-то? Слушай, ну, как ты, вот, знаешь, в последнее время стал собираться немного более каким-то стаунтокин. Ну, то есть, лишний раз, там, никакой нибудь глупости не сделаю. Я думаю, да? А раньше все подряд, камон, я здесь открыт для всего вообще. Какие качества в человеке ты считаешь самым главным, вот, от оригинал Баха? Хорошо стоят два рядом вопроса. Самые ценные. Ну, наверное, честность и, я не знаю, открытость, преданность, но что-то такое. Ну, больше всего меня бесит зависть, честно говоря. Вот, зависть людей толкает иногда вообще на какие-то непонятные поступки, то есть, потом кажется, что это уже даже и не зависть была. Ну, это же грех, зависть. Ну, как-то вот я это замечаю в жизни, то есть, меня обламывают, завистливые люди. Я их, как бы, чувствую и покупаю сразу. По взгляду? Вообще, то есть, ну, как бы, есть такая фигня. Ну, да, они свои неудачи ищут в чужих успехах. Да, 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 мне встречаются, ну, пути такие бывают. Ну, последнее время режем. Легко расстаешься с людьми вообще по жизни? Вообще, нет, как бы, так не привык расставаться с людьми, ну, как с некоторыми расстался. Ну, всякое бывает в жизни. Не, ну, у тебя профессии, как-то призвание даже, уже можно сказать, так, вокруг тебя, через тебя прошло столько людей, сколько через простого смерти не зашло. Сложно, тем более с людьми, которыми он там провел несколько лет вообще, там, бок о бок. А за время своей гастрольной деятельности обзавелся друзьями в других городах или, например, близкими? Есть, да, есть. В Новосибирске есть вообще пара пацанов моих. Да, в каждом городе, наверное, в Краснодаре, в Ростове, везде есть. Ты любишь то, что делаешь? Я люблю то, что делаю. Не устал? Нет, ты спрашивал. Нет, я спрашивал, устал ли ты от рэпа? Я здесь именно от того, что делаешь. От гастролей? Да. От гастролей устаю сильно. А что ей больше всего изматывает? Слушай, наверное, переезды между городами, именно переезды на каких-то машинах. То есть самолет, самолет тоже изматывает, хотя кажется, что, знаешь, там полтора часа там взлетел, сел, а он все равно. Изматывает общение с новыми людьми. Очень много, типа, там, приезжаешь и все хотят, чтобы, знаешь, чтобы ты их запомнил, там, пообщаться. И все хотят, ну, не знаю, что-то от тебя получить, какую-то энергию, как-то, знаешь, себя проявить. А ты и сюда, и сюда, и там приезжаешь, скажешь, ну, город там второй раз. И подходят люди и говорят, ну, как меня зовут, как меня зовут, скажи, а ты там, ну, видел его год назад, две минуты пообщался с ним и стоишь. А, Димон, а, знаешь, ну, вот изматывает то, что много новых людей и всяких там новых имен, короче, знаешь, и фоткаться, обламывать тоже очень. А если бы больше платили, меньше бы изматывал? Ну, очень много надо платить, чтобы меньше изматывал. Когда ты планируешь выпустить 200 строк? Они будут в альбоме. Как поживают твои родители? В интернете куча информации о тебе, но ничего не пишут о родителях. Родители нормально, они живут за границей в Таиланде уже 6, там, или 7 лет. Сейчас, правда, в Москве, вот они приехали, они сейчас летом в Москве, и там в октябре опять в Таиланд. Все хорошо. Всегда загорелые, отдохнувшие, такие, знаешь, папи. Как они к твоему творчеству относятся? У меня папе 74 года. Он слушает твои треки? Ну, он в курсе, там, что я делаю, как бы. Не, мама для мамы это так кажется, что, типа, нет, у папы, знаешь, у него отдельная история, что, там, скажем, я звоню, говорю, папа, вот я там взял себе машину. Какую машину? Твою мать, откуда у тебя деньги? Говорю, я пою. Ты посмотри на него, он еще и поет. Джип он себе взял. Так, так и быстро домой, знаешь, вот, в том, короче, в таком духе. У нас с ним как-то потерян коннект уже давно с Базией. Есть анекдот такой, знаешь, типа, отец Вовочкин дневник открывает, понимаешь? Алгебра 2. Да, да, музыка 5. Этот дебил еще и поет. Можешь ли ты назвать себя счастливым человеком? Да. Ты уже говорил, что ты бы многое сменил в своей жизни, вот здесь конкретно, что бы ты хотел изменить в своей жизни, если что, то, что тебя не устраивает? Ну, есть что, ну, какую-то жесть я бы убрал из моей жизни, я бы, ну, что-то бы не делал такое, совсем хардкор какое-то не творил бы. Давай вот этот вопрос в нынешнее время, вот, из сегодняшнего дня есть то, что тебя не устраивает? То есть в сегодняшний день и то, что ты в сегодня хотел изменить, не в том, что сделано, а в том, что тебе предстоит сегодня сделать там. Нет, все нормально, все. Ну, как, вот на сегодняшний день, в настоящем ты себя ощущаешь уже без косяков, именно как-то. Сейчас, да. Соответственно, как-то перестроился на эти рельсы? Ну, да. Ну, может быть, да нет, пожалуй, все нормально, все устраивает. А в какой момент пришло вот это вот состояние, стояние, скажем, вот именно вот это? Ну, вот, наверное, где-то осенью, как раз вот прошлой, типа, совсем недавно, полгода назад. Потому что, типа, до этого еще болтало как-то. Ну, как это, ощутил это физически, психически? Ну, и физически тоже, да. Это хумпао, конечно, натощак, это уф. Уф, уф, как тебе, во-первых, концерт с Васей в Питере, в Ростове, здесь, вообще, вот концертная деятельность? Нет, круто, мне с Васей нравится очень выступать. И все концерты, которые у нас были совместные, вообще, тьфу-фу-фу, все, ну, ура прошли. Везде, сколько у нас уже штук, наверное, 6-7, и вот мы завтра летим в Одессу, Днепропетровск, и надеюсь, что тоже Украина взорвется. Мне очень нравится выступать, и энергетика на концертах, и все. И я читаю в два раза меньше, чем на своих концертах. Ну, хочешь бы еще такого опыта, там, совместного? С Васей? И готовить, да. Слушай, ну, мы, кстати, может быть, если у нас будут появляться совместные треки, рано или поздно это вырастет, совместный альбом, там, 2012, например. Недавно прочитал книгу «Сахарный кремль». Когда-то ее в своем интервью посоветовал Баста. Гуф, посоветуй какие-то хорошие книги или фильмы к просмотру, либо чтению. Этот же вопрос хотел задать всем ребятам из ГАЗа, спасибо. Вот, начнем с тебя. Что бы ты посоветовал почитать или посмотреть? «Самурайский кодекс», «Бусидо», ну, не знаю, «Борхеса» можно посчитать. Посмотреть, я все уже говорил, я там советовал какие-то, были несколько интервью, обычные ниггерские фильмы или про гангстеров, там. «Тони Монтана», «Крестный отец», «Живот», «Черное и белое», «Сэй молчит». Окей, я тогда тоже посоветую, читайте свои мысли, осмотрите себе под ноги и в небо. Иди. Ну и, в принципе, у нас здесь уже все практически. Слушай, я не сдал, что вообще будет такое большое интервью. Ну и знаешь, вот такой вопрос интересный я бы хотел. Вот представь себе, что на моем месте ты и на твоем месте ты, ты берешь у себя интервью. И какой бы вопрос ты себе задал так, чтобы поставить себя в тупик, ну и при этом ответив на него? Груз, пожалуйста, не грузи, ну, правда. Я очень плохо отношусь к интервью вообще ко всем. К себе же хорошо относишься, задай себе вопрос. Я не хочу, тем более сам себе еще задавать вопрос, груз, пожалуйста. Да, еще и отвечать на него. Тем более, да, еще на тот вопрос, который я не смогу ответить, а ответить надо будет. Зачем? Ты что, хорош. Пойдем читать рэп. Ну, пойдем читать рэп, ладно. Спасибо. Мы пошли читать рэп. Ну, не мы, не все мы. Ну, пошли читать. Да. Передай привет ребятам в ту камеру. Каким? Которые все это будут слушать. Всем привет, ребята. Ребята, всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok